В первом классе была Лена, в которую я влюбился, и потом я подрался с лучшим другом из-за нее. Потому что лучший друг увидел, что я в кого-то влюбился, и он подумал, а не влюбиться ли мне в нее. Но он начал к ней подкатывать, мне это не понравилось, и я на нее парту уронил, ну, толкнул. Он что, живой? Не, он живой, с ним все хорошо, и он жив, здоров, и, скорее всего, сейчас юристом работает. Вот где Ленка, не знаю. Но я все-таки за любовь страстную. Она не такая долголетняя, но... Она доставляет максимальное удовольствие, и она оправдывает то количество песен, стихов, книг и всего того, что посвящено любви. Она оправдывает это все. Поехали. На песнях «За життя» выконывали свои песни, а в конкурсе свои песни никто не спевал. Если Хлебнюк выбрал их песню, то это означает, что он их уже точно засунил, как выконавцев авторских песен. Есть такие песни, которые написаны не сразу там, допустим, после конкретной какой-то истории. Вот там кинула мне девушка, и у меня двухмесячный запой. Естественно, я не беру в руки ручку. Я не появляюсь на репетициях. Когда тебя уже размотало так, ты уже так, фух, сел так, вздохнул. Ну что, поехали дальше. Когда ты уже вернулся к нормальной жизни, ты уже в состоянии осознать, что с тобой произошло. И тогда ты можешь что-то написать. Когда надо держать себя в напряжении, чтобы потом выйти на сцену и... А потом спуститься со сцены и просто вообще водить этот кайф весь. Это вот это удовольствие, которое только мы...